Уже в первой стадии уехал. Имперцы по-прежнему не хотят, чтобы Элидан играл на траксе. Банят также Виновансера и... Инвокера. Так, ну и последние пики. Последние баны, извините, точнее, второй стадии у нас сейчас будут. Да, я, наверное, попытаюсь все-таки следующую карту тоже посмотреть вместе с вами. Надеюсь, что получится все это делать. Там надо не забыть будет, конечно, утром проснуться уже к другому турниру и покастить еще его. Но ладно, как-нибудь все это перетерпим. Минус пугна. Туск. Скорее всего, будет четвертая позиция. Я не верю в комбинацию Фантом Ассасин и Туск на легкой линии. Мне кажется, что все-таки это таск на сложный будет. Саппорты на легкую к Фантомке. Оркла подбанили. Шеду-шаман есть, как вариант. Штука неплохая. Кто из таких клевых саппортов? Андаинг. В бане нет. Андаинга нет в бане. Значит, Андаинг будет в пике. Имперцы любят также играть с Личом. Лича я здесь в бане не вижу. Лича могут на легкую поставить вместе с Фантомкой. Очень неприятно. Буквально на втором уровне Фантомка кидает даггер. Прыгает к тебе. На ней висит броня от Лича. И сам Лич еще дает бласт. И в итоге столько урона влетает, что мама не горюй вообще. Да, собственно, ставочки. Имперцы 1.64. 2.16. Хэппи Гайз. Вторая карта. Это у нас коэффициенты с ГГБ. Если что. Что по пику? Андаинг. Я, ну, как бы, Андаинг нет в бане. Андаинг будет в пике. Здесь будет сейчас Лич. Просто для имперцев. Вот они возьмут себе Лича сейчас. Ну, наверное. Но они с Личом очень много играют, на самом деле. И топ-1 по пикрейту у них Лич, если что. Вторая Фантомка. Дальше Брюмастер. Теоретически Брюмастер еще может здесь появиться. В связке с Таском, да, в принципе, неплохо. Так, Тим от Таска. Криточки от Брюпанды. И все, и поехали. Ну, пока забирает себе Вингу. Если это опять Винга в мид, то ладно, чё бы и нет. Ну, опять же, по-моему, это не самый пока крутой вариант из возможных. Но, видимо, решили, что не хотят видеть ее в бане от противника на последней стадии и заберут сейчас. Пак для Хаппигайз. Ну, надо, если брать саппорт, если Винга не саппорт здесь, то надо брать саппорт, и этим саппортом должен становиться Лич. Он норм. Да, он, конечно, не суперкруто против Террор Блейда. В целом, по игре, там, по иллюзиям будет летать этот Чайник. Но так, в связке с Фантомкой, я не могу придумать вот так вот сходу лучшего саппорта. Ну, с другой стороны, это я не могу сходу придумать. А у ребят-то и опыта побольше, и перед глазами герои есть, так что им норм. Ну, и забирают в итоге себе Аутвард Двауэра. О, это будет Винга в саппорта. Я не верю в Вингу в сложную линию. Хотя, опять же, ну, если хотят уже брать Венжи Фул Спирит для того, чтобы её иллюзия что-то делала после смерти, то в сложной линии какие-то артефакты Винга себе вывезет. Да, для тех, кто, кстати, ставками занимается, я скажу ещё раз, что игра практически для каждой из команд ничего не решает. И поэтому на свой страх и риск ставьте, поскольку реально тут может быть... Ну, то есть по пикам-то вроде норм. Пики не рофильные, пики нормальные. Но, в целом, могут игроки быть несколько расслаблены. Лича, кстати, Хэппи Гайз подбанили, смотрите. Они всё-таки думают, что Винга отправится в сложную линию, и Лич должен быть последним пиком в качестве саппорта. А Лич как раз, ну, как я уже говорил, топ-1 по пикрейту у Empire Hope. Дальше у них идёт из саппорта в Бэйн. Там винрейт не очень крутой с Бэйном, но он есть. Хотя бы в раздаче. Кого банить самим имперцем? Здесь есть пак в центр. Есть Дазландайинг саппорт и есть Террорблейд в лёгкую. Нужен Хартлейнер. Кто у Хэппи Гайз на Хартлейне периодически появляется? Давайте смотреть. Сэнд Кинг. Есть из таких персонажей. Он, по-моему, в бане, правда. Да, Сэнд Кинг в бане. Да и, наверное, из тех, кого пикают часто, всё. Играли с Тинни, не выигрывали. Играли с Магнусом, не выигрывали. Ну, Брюмастер есть. Брюмастер есть. В банах Брюпанды я не вижу, в пиках не вижу. Значит, теоретически можно будет допикать себе Брюпанду. Но имперцы очень долго думают. Так, ну и... О, Д против Пака, кстати, на центре. Минус Слардар. О, Слардар вообще, кстати, тоже мощно. Слардар, я его редко вижу, но его почему-то вот недооценивают прям профессиональные коллективы. Мне кажется, что, несмотря на его несколько понерфленный стан, крэш, он теперь не две секунды, а одну действует, плюс замедляет потом. Всё же то, что каждую четвёртую атаку срабатывает баш, это прям дико имбище. И буквально, буквально ты берёшь вот одну сабельку, и всё. Ну вот Бэйн, да, говорил я о саппорте для имперцев. Если не пак, то следующий... Ну, если не... Лич, то следующий у них идёт Бэйн. По пикрейту, собственно... Ну, ребята так и играют. Но хэппигайс на сложную я бы реально пытался брать... Андаинг плюс Брюмастер. И это будет жёстко. Дазл плюс Брюмастер. Это будет жёстко. В целом, Брюпанда хороша, как мне кажется. Это и контроль от Ворд Деваура, и фантомки в драке. Если вдруг у них ещё нет БКБ, или они уже были прожаты, использованы и закончились. То есть, ну, норм. Блин, сейчас окажется, что я рассуждаю по поводу Брюпанда. Ну, где-нибудь в бане я её просто просмотрел. А? Да не, вроде нету. Ну, и думают, думают хэппигайс. Ну, а над кем им думать, реально? У них пока пики были достаточно разнообразные. В принципе, не очень много карт у хэппигайс. Вот в чём проблема. То есть, например, тот же Дотабаф видит у них максимальное количество пикрейта. Это четыре игры. Всё остальное там по одной, по две. Ну, и как бы нет возможности составить какие-то выкладки данные статистические получить, чтобы предугадать пик. Но я бы брал Брюмастера. Вот так. Никс. Никс. Никс с Никсом играли две катки 0% финрейта. Никса я, по-моему, упоминал даже, когда вот тут говорил чего-то. Или нет. Пропустил его. Про Магнуса нам сказал. Ну, в общем... Никс. Никс против ОД хорош. Никс против ОД хорош. Никс против Фантомки в целом хорош. Никс против Таск неплох. Да как бы он норм. Если получится как следует за него отыграть, то это прям, ну, будет классно. Ну, что ж, посмотрим. Посмотрим, как все это будет работать. Да, ставочки убираю. Хватит на них смотреть. Напоследок вот еще раз. 1.61.2.21. Ну и все, и хватит. Ну, опять же, кто бы тут не выигрывал, особо ничего не меняется. Вот я открываю сейчас Ликвипедию. Смотрю, что там пока еще ничего не проставлено. Но пока у Имперцев 2.6 до этого матча было. И у Хаппи Гайз 1.7. Ну, то есть, это либо будет 3.7 и 2.8, либо это будет 4. Сколько там получается? 4.6 и 1.7. 4.6 абсолютно не спасает Импер Хоуп, потому что они все равно будут находиться на второй позиции, ну, как бы не в топе. Они либо будут играть с Вегой, либо с Хаппи Гайз. И практически в том и в том раскладе. Так что, ну, такое. Ладно, в любом случае, давайте посмотрим, кто на ком играет. Комментирую для вас все это дело. Луни Гиро. Undying. Синдерен. На Террор Блэде катает. Или Дан. Никс Ассасин. Буги. Пак. Стормстормер. И Даззл. Афрмуш. Силы света. Хэппи Гайз. Их оппоненты. Силы тьмы. Опа. Вот они. Блэк Архангел. На Бэйне. Таск. Сьюш. На Венжевл Спирит играет. Бззэзэ. Фантом Ассасин Дрим. И Аутворд. Девар. Кодос. Силы тьмы. Эмпайр. Хоуп. Кому нужна победа? Да никому здесь особо не нужна победа. Силы тьмы. Силы тьмы. Я имею в виду все интеллигности, что происходит. Снизу будут пытаться, судя по всему, какую-то агрессию, может быть, провернуть. Теоретически можно. Тут есть раз стан, есть либо тоже докатиться, либо... Ну, тут вообще на земле под стан так тим клево работает. Вот эта штука. Дополнительный урон на 5 секунд. 25 единиц. Красота. Ну, вообще, если Эльдам пожадничает, то его заберут. Но он не жадничает, он молодец. Здесь Фантомка тоже посмотрела, как у нее отжимают руну. Ну и по две. По две рунки по итогу забирают коллективы. И тут все спокойно, нормально, адекватно, как обычно происходит. На центре давайте поглядим за блоком крипов. На кого лучше получилось все это дело. Тут примерно ровненько. Примерно ровненько. И да, дальше уже переагривать будем туда-сюда. Но в целом это пак против Outward Devourer. Вот это на самом деле, если будет грамотную позицию занимать, теоретически через астралы может норм лишать так пака крипов. Вот сейчас, например. Пака спрятал, крипа заденайл. Хорошо. Хорошо. Ну и так здесь примерно и будет продолжаться. Правда, по собственным ластхитам пока проблемы небольшие у Ходоса. Но я думаю, это исправится. Легкая линия для Редиантов. Здесь Undying и Terrorblade. Против них трипла. Undying в принципе любит против триплы стоять, но когда у него уровень чуть побольше, сейчас прям по троим так. Жух. Ах, красота. И Сьюж погиб. Ильдан мог бы вообще развернуться, сам фраг сделать, но по итогу Ильдан все еще живет. Но тут, наверное, Black Archangel погибнет. Или нет, не догоняет его Синдорен. Понимает, что не догоняет и просто уходит отсюда. Но First Blood для Happy Guys в любом случае. Да, спрашивают, важна ли будет игра Альянсом против Спирит. Да, там как раз переигровки за то, чтобы выйти в верхнюю сетку. И там это реально важно. Ты лишних два раунда в лузерах можешь не играть, если оказываешься в верхней сетке. Это прям очень круто. А там будет Best of 1 противостояние. Там будет прям знатное такое рулетище. Когда играли Best of 2, Спирит и Альянс на этих квалификациях, ну, точнее так, в этом групповом этапе, они сыграли 1-1. Вот так вот. Убили здесь Дазлика. Снизу там продолжается война. Пытаются пробить Андайн. Андайн может подхилиться. Все еще. По-прежнему. Под крипами, наверное, можно было бы это сделать. В итоге подхилился под крипами. Дальше Дикейчик можно выдать, если захочет, по двум персонажам. Дикейчик по двум. Хорошо. Под тактимом. Очень неплохое замедление. Андайн. В итоге еще парточек по ним нужно сделать. Минус Андайн. На топе помер Дазл здесь. Ну, в общем, пока имперцы настроены решительно. Что на центральной линии? Пак. Нашел рунку. Крипаса одного не подфармил. Руну забрал. Все нормально. Крипас вернется. Немножко отведет, но, опять же, его пропустил Старптормер. Использовал инвиз. Ну, вряд ли что-то серьезное сделать. Да, просто крипаса динайл и все. С нижней линии у нас тут происходят перетрубации небольшие. Отвод крипов попытались сделать имперцы. Судя по всему, не получилось. Но пока дела у Тарблейда хороши. Но за счет того, что погибает Андайн. Так, Андайн вот разок погиб. Второй раз пытался Тарблейд сделать, чтобы выжил. Тарблейд все равно умер. Но зато по крипам 17 на 5. Все идеально. Пошел отдаваться Бэйн. Но Даззл, кажется, знает такой возможности. Мгновенно сделал телепорт. А Бэйн не погиб от вышки. Это еще курицу. Замахнулся на курицу, но уходит отсюда. Бэйн быстрый достаточно. Он с тапком 360 скорости передвижения. Поэтому он просто пойдет и умрет сейчас вот от этой вышки. Курьер. И даже апт-3. Чтобы уж точно не было возможности Даззлику что-то сделать. Снизу. Синдерен неплохо гоняет. Опять же, вот эти постоянные дикей. И куча урона. Куча хп у андайинга. Как-то убить не получается, но гоняет. На топе Никс Ассасин. У Никса тоже фарм замечательный. Его с этой линии как-то зацепить тоже не выходит как следует. Погибал тут Даззл. Сам Никс 0-0-0 пока что идет. Почему-то не стал пытаться подстанить Бэйна. Мне кажется, можно было бы дальше кастовать по нему все вот эти вот позентачи неприятные и делать что угодно. Разбивая это фармуш. Вард. Лакархангел. Но пока ничего. В общем, топ-3, несмотря на большее количество фрагов со стороны имперцев, топ-3 крипстата на стороне их оппонентов. Сейчас пока что. Здесь андайинг. Судя по всему, выиграл сражение за руну. Но нужно сделать так, чтобы руны две взяли. Поэтому Пак сюда прилетает и успевает забрать рунку также. Сайланс. У Пака пока что пятый уровень. Таск. Так, Тим. Пак заивейдил старт БЗЗ неплохо. Ну и Сейюш может попробовать выдать шарды. Но тут Пак... Нет, шарды все еще можно. Он сейчас спустится на лаургаунд, выдает шарды. Вот такие вот, да. И его будет не достать. Хотя Синдерена хватило манки, чтобы кастовать Дикей. И достал все-таки кончиком Дикея. Ну и Никс Ассасин. Четвертый уровень. Очень плотный. Шесть брони. Шесть хапперигена. Вот сейчас как раз зацепили Бейна. У Бейна мана маловато. Используют ману для того, чтобы потянуть время. И у него откатился бы Брейнсап. В итоге Брейнсап откатывается и живет все еще. Буги. Проседает. Став через три секунды. Тут Вернш Фолл Спирит. В это время о нижней линии приговорили. Ну и фри линия для пака. Фри линия для пака ему дают некоторые пространства для того, чтобы пофармить. У него по фарму пока так себе все. Но из-за смещения вниз Аутвар Девавера у него норм. Четвертый уровень Террор Блейд. Накидал пару тычек по Кодосу. Тут еще и Андайн тоже Дикей закинул. Минус пол ХП у ОД. Ну и все. Собственно, ОД дальше здесь не может ничего делать. ОД вынужден телепортироваться на центральную линию, где сражается против пака. На самом деле, пак может попробовать забрать здесь Аутвар Девавера. У пака прокасты есть. У пака есть волшебство. У пака есть шестой уровень. Ему надо разочек попасть вот этой арбой для того, чтобы уж точно засекерить фраг. Снизу, тем временем, тут Том Стоун, тут Шарды качественные. Зомби все это дело замедляют. ТБ живет. ТБ, кстати, выживает, судя по всему. Да, так и есть. Убили здесь уже Венжи Фул Спирит. Пытаются забрать Бэйна. Бэйн. Еще одну тычку по нему нужно сделать. Синдерен делает эту тычку даблкил для него. Ну и отлично получилось. На топе, тем временем, избивают Буги. Ну, Буги пятый, Фантомка уже шестой, так что, в принципе, не очень равная борьба. Но Буги отстанется в любой момент и будет здесь выживать, скорее всего. Мы же переходим на общую ценность. Если по Крипстатам мы видим, что тут есть какие-то Буги. Хорошо, все грамотно сделал. Если по Крипстатам мы видим, что здесь есть какие-то подвижки. Вот раз, два хорошие Крипстаты. По Недворсам все равно топ-2, как минимум, Недворса принадлежат коллективу Хэппи Гайз. Ну и неподалеку там, в принципе, Никс Ассасин находится. Его немножко подбили, поэтому он пару-тройку Криппу пропустил и опустился на четвертую позицию. Пак. У Пака поддержка есть в виде Даззла. Даззл контролил руну, забрал руну, хорошо. На развороте. Ну, тут уже летит телепорт от Бэйна и никак не зацепить ОД. Потрачен Дримкоил и на этом все. На этом все. Но снизу остался один Андайн. Андайнга под тактимом пытаются забрать. Очень много урона по Синдерену. Ну да, тут решил, что нет шансов никаких. Теоретически можно было использовать стики подхилиться с Сол Рипа, но, опять же, ты потянул бы буквально лишних пару секунд, а стики бы потом заряжать, еще и заряжать. Никс. Вендетти. Ну, в итоге Вендетти никуда пока что используется. Здесь Сьюшн наполучал, отстанился БЗЗ. Что дальше? Ну, какое-то замедление бы неплохо, но вот эти зомби, они, конечно, ползут. Или Дан. Ой-ой-ой. Тут неприятно может получиться сейчас. Или Дан дадут, или раскастовать. Или Дан! Засекрил фраг, что там у Лидана. Да, он должен умирать. Должен умирать. Дабл-кью для Кодеса. Хорошо сыгрено. Замахивался уже, казалось бы, на Сандер или Дан, но не случилось. Ну, и тут же мгновенный телепорт обратно на центр, ОД. Восьмой уровень, пока без ультимейта играет Кодес. Там на топе. Может сейчас... На топе классный вард стоит. Ну, там стоит классный вард, его бы как-то найти. У Дазла нет пока. Сантрей, чтобы тут что-то сделать. Ну, и хорошо все у Фантомки. Три Рейсбенда, ПТ. Будет и вышку как-то подпушивать сейчас. Десятая минута, кстати, не за горами. Руны будут. За руны тут некому сражаться. Ни Андайн, ни Дазл. За руны не борцы. Поэтому решают, что здесь можно что-то сделать любопытное. В итоге Таск, прокаст по нему, минус Таск. Но Таск забрал ли руну? Тут чуть было еще и нейтралы не забрали. Обидно было бы. Таск руну не забрал. По итогу богатство раз. Я же посмотрю. Ну, два к двум должно было получиться. Если я все правильно понял. Так, так, да, да, да. Дазл, Дазл. Но Дазл... А почему стоит Бейн? Брайнсапа пара тычек и Дазл бы погиб. Ну, возможно, думают, что у Дазла есть крест на пятом уровне. И вообще, я на самом деле не большой поклонник того, чтобы не качать крест совсем. Тут, во-первых, акса нету. И несколько лишних секунд, которые ты проживешь, могут, ну, как бы, серьезно тебе жизнь спасти. То есть ты после этих нескольких секунд еще можешь закинуть в себя хил. Можешь проюзать стики. И восстановить себе приличное количество здоровья. Там уже либо за тобой будут дальше идти. Ты будешь кого-то кайтить, байтить на себя дальше под вышку. Либо просто время тратить, скиллы еще тратить, ману тратить. Ну, то есть, мне кажется, это более выгодно, нежели шлепнуть попытались кого? Пака. Ну, и Пак, кажется, должен был погибнуть сюда. Несмотря на то, что капельки были, Староп Старнер все равно умер. Но теперь за кодосом погоня. Он просто быстрый. Он просто быстрый, и как-то зацепить его очень тяжело. Бежит зомби малый, бежит зомби большой. И стан. Хорошо, минус УД. Забрали дазл на топе, на боте. Что он делал на боте? На боте. Ну, видимо, пытался сейвить Таррорблейда. Судя по тому, что Таррорблейд жив. Но Таррорблейд вообще здесь. Ну, значит, просто дазл умер на боте. Такое бывает. Все, мы забрали вышку. 9-9 у нас в целом по счету. Видим, что небольшое преимущество у Хаббегайз было по галде. И сейчас он нивелирован оппонентом. И в целом все очень ровненько. Никс. Не успел среагировать. Но Никса здесь не должны забирать. У него есть вендетта. Я не думаю, что тут есть какая-то просветка. Да, Никс сам еще сейчас должен сделать фраг. Немножко не хватило урона. В итоге забирают венгу только сейчас. Погоня за Сиюшем. У Сиюша есть ТП. Кстати, можно было пытаться кставать ТП сразу после Дримкойла. Но вряд ли бы хватило хитпоинтов. Понимал это. Таск и решил, что не стоит. Ну, очень ровненькая игра. Хотя, опять же, чувствуется, что у Фантомки будет хороший темп. У Фантомки уже есть Персервенс. У Фантомки есть уже... Рецепт. Но там остается всего лишь до Дмон Эйджа добраться. Будет ли, кстати, грейдить? Ну, так-то особо незачем, наверное, грейдить эту урну. Тут никто особо не хилится. Ну, тут Бринсап от Бэйна есть. Теоретически, когда-то появится, может быть, какой-то отхил на Фантом Ассасин. Но в целом никто не хилится. А, ну, отхил появится на Винге. Ну, это такой минимальный, что, наверное, все-таки грейдить урну во что-то более полезное не стоит. Вот Даззлу Холли Локет попробовать себе взять было бы круто. Но Даззл пока будет выходить в... Пока в смог он будет выходить. В Медальку. Мидус, кстати, приобретает себе Никс Ассасин. Неплохо. Одновременно с этим там еще что-то появлялось. По-моему, это был... Да, Владмирс на Винге. Ну и на топ выдвигаются в Вендеттах, Смаках, во всем таком себя невидимом. Хэппи Гайз. Посмотрим, что у них получится. Кого можно найти здесь? Нашли Дрима. Дрим должен понимать, что под ним люди. Но он не успел среагировать. Он не успел среагировать. Таск. В шар. Нет, Таск даже в шар не стал делать. В итоге шарды зонящие неплохие, но урона хватает. Минус два. Фантомка поняла, что под ней кто-то есть. Она вышла из блюра, но... Не хватило возможностей. Там некуда было, в принципе, сделать блинк. Ты... Куда деваться? Ну и на топе пуш-вышки. С формой Террор Блейд очень не спорно расправляется со строением. Как только спадет глиф. Но смотрите, сюда телепорты. С телепорты сюда идут. Свап. Буги. Станили. Ну, буги не очень... Шарды плохие получились. Шарды плохие получились. Вижена нету. Блок Архангел бежит, но вижена все еще нету. Кодос. Достали здесь, кстати, Элидана. Нужно как-то его пытаться сейвить. Элидан под замедлением. И... Буги. Буги должен сейвить. Буги должен сейвить. Как раз встрял, правда, под Сентри Вард. Оппонента. В итоге прожал вовремя достаточно Карапаси. Пака подсейвил Элидан. Неплохо. Умер уже. Буги, но это не страшно. Выкупается, будет возвращаться в сражение. Пака чуть было не разобрали под сном. Пытается уйти отсюда. Иллюзия расщепила его станом. Синдерен. Тамба хорошая на хайграунде стоит. Тамбу разбить не так просто получается. В итоге, там, за счет того, что Вард на хайграунде стояли, все получилось это сделать. Два фрага. Хорошо. Но уходит основная цель. Уходит Фантомка. Фантомку зацепить будет невероятно тяжело. Здесь что по шардам. Шарды три, две, одна. Ну и даже не будет как оставаться. Скорее всего. Иллюзия, ведь же, полспирит. Бегает. Но иллюзию, на самом деле, не стоит оставлять. Потому что... Она, конечно, бьет-то не очень много, но фармить может. В общем, неприятность. Ну и... Многое говорил о том, что нужно пытаться ограничивать фарм Фантомки в начальной стадии. Потому что дальше Фантомка, если ей этот фарм не ограничить, начнет разваливать. Здесь... Сделали как? Поставили персонажа, который примерно наравне с Фантомкой фармил. Вот мы видим, что Никс 5100, Фантомка 6600. Теоретически они более-менее равны. Ну так, как бы... С учетом того, что это Никс, а это Фантомка. Более-менее ровно. Но, опять же, какого-то прессинга непосредственно на Дрима здесь не удалось организовать. И по факту... Все хорошо. По факту, сейчас вот буквально после этой следующей пачки грипов будет уже БФ. И тайминг неплохой на этот артефакт. Опять же, дальше только разгоняться Фантомка будет. Да и... Опа. Понимает, что Буги рядом. А тут заканчивался же Вендетта. Буги просто, судя по всему, вышел. Думал, может, нахалявить немножко урона хотя бы по противнику. Потому что Фантомка в Солто с трудом убивает Никса. Тут просто дает Карапасе, стан от Карапасе и ТП Аут давит за это время. Фантомка не успевает его убить, скорее всего. ТБ. Вот у ТБ, казалось бы, денег много, но как-то эти деньги не очень в артефакты... ...преобразованы, если честно. То есть, предположительно, сейчас Монтостайл будет появляться, но это уже 7500. У Фантомки, например, 8000... Ну ладно, тут... Да, вот эти 600 галды, это как раз Монтостайл. Не готовый пока еще на Терраблейде. Смог был использован. В итоге Сторм Стормер влетает. Попытка быстро забрать Бэйна. Получается это сделать. Подкопали также Венжифл Спирит Финга в таверне. Сьюж. Уходит куда подальше. Но основная идея была, помимо фрагов, еще и вышку спушить. Так что за Сьюжем далеко не стали гнаться. Просто забрали вышку. Можно сейчас подобрать руну регенерации и перетянуться на Рошана. Почему бы нет? Ну и Рошана заберут быстро. Вот тут... Ай, Курьер! Подсобить? Хорошо. Но Курьер погибнет. Курьер погибнет, но за Курьера в идеале должен на Иуде погибать как-то. В общем, Хэппигайс чуть не законтролили своего Курьера. Там аж 3 тычки понадобилось. Можно было его увести куда подальше. Ну так и здесь. Ондайн. Проседатель достаточно серьезный ондайн. Минус. Но забрали Рошана. Забрали Рошана. Закончилась форма у Иллидана. Будут ли дальше пытаться здесь имперцы сражаться? Пока непонятно. Интересно. Ну и... Все. Нет, что по шардам? Шардов нету. Драться... Ну, нечем. Были бы шарды сейчас сюда вот так шикарные. Трех персонажей зонищие. Туда влетает Фантомка. Разваливается живое. Но шардов нету. Поэтому просто должны отойти. Свап первого уровня. Его не хватает для того, чтобы зацепить кого бы то ни было. Пак прыгнул сюда еще. Вот только сейчас свап. Неплохо. Дазл поднимал ручки для того, чтобы закастовать крест. В итоге успел этот крест покастовать. Рэвидж просто от Никс Ассина. Но падают уже Хэппи Гайз. С Фантомкой сражаться пока не с руки ребятам. Встал Террор Блейд. Выкуп от Дазл сражаться. Хотят все-таки до конца. Бэйн должен здесь проседать. Бэйн погибает вместе с Венжи Фул Спирит. Типа аут от Таска. Ну и замахнулся Буги на стан. Понял, что рэндж слишком велик. И на этом отменился. Ну в общем и целом, вроде как Хэппи Гайз ведут. Но что делать с этой Фантомкой через пару минут я не совсем понимаю. То есть Фантомка мы видели в предыдущих картах. Вот например, прям прошлое. Где Фантомка была с Магнусом. И там она собирала себе всякую ересь типа кудов и так далее. Здесь Фантомка играет без вот этого постоянного Эмпауэра. И поэтому собирает себе нормальные артефакты. Бэйн собирает себе Дезолятор. Ну то есть драться прям вот пока противники не умрут. Вингу видят... Ну Вингу вообще должна убивать. Вингу должна убивать. Здесь подтягиваются люди. Бззз минус. Чуть-чуть Буги со станом долго тянул, но... Забрались все-таки Вингу. Забили на иллюзию. Ну и правильно. Ну с другой стороны ладно правильно, но как бы вот эта иллюзия, она пойдет и фармить будет. Иллюзия и урона столько же, сколько у основной Винги. Он просто пойдет, подкушит, там что-нибудь подфармит. Контролит ее. Тут очень агрессивный вард Блок Архангела. Такой вот любопытный. Кстати, неплохой вард. Интересно, хватает ли рейнджи с М3 с хайграунда, чтобы его заметить. Вообще, наверное, новой рейнджи должно хватать, но это не точно. Хороший вардик. Снизу всего света башню разрушили. Тут, кстати, любопытная позиция от имперцев, что они хотят в этой жизни. Буги. Уже выдвинулся за Блок Архангелом. Буги. Но тут надо на центре не наступить. Тут на этот центр надо не наступить. Тут сиють мы в виде... Катапульты. Даже не катафалка, так и быть. Разрушили строение. Но, опять же, несмотря на огромное количество фрагов, ну, то есть, для 22-й минуты, 35 фрагов это немало. Темп игры не очень высокий. Террор Блейд. Взял себе Монта Стайл. Пока это все. Вообще, на самом деле, что-то как-то странно. А куда деньги-то деваются? 5, 6,5, 8, ну, в целом за все 8, 9, где еще полторы тысячи? Штат летит. А, ну вот теперь правильно. Теперь правильно. Теперь есть еще ультимый торт. Еще раз напоминаю, что играя по большому счету не очень важна ни для одного коллектива, ни для второго, поэтому они могут все что угодно делать. Могут попробовать побить все рекорд СВЗ, например. Но я не думаю, что ребятам в ночь так прям хочется извращаться. Ну, возможно, будут ждать следующего Рошана. Но какой смысл ждать его, если до него еще очень долго? То есть, конечно, можно все это время фармить, но я что-то не уверен, что вы хотите фармить против Фантомки с БФом. Все же Террор Блейд фармит-то помедленнее. Даже с учетом иллюзий своих. У ОД появляется БКБ. Тут Каяша, тут БКБ. Тут больно, может быть. Опять же, не видели мы пока прям таких уничтожающих ультимейтов от Варда Варрера, но, опять же, все еще может быть. Смокут имперцев. В правильную вроде как сторону идут. Видели на вардах своего оппонента. Вот вижу, вот. Тим Умпайр показываю. Заметили Буги. Заметили. И, да, убили его просто вообще без шансов. Полет до Иллидана. Одновременно с этим здесь по-дрюмку, по-троим, клево получилось, кстати. Убили Синдерена. Здесь одновременно с этим падает Таск. Что будет дальше? Есть свап. Пак. Не удается пока законтролить, но тут уже неплохо так разваливает Террор Блейд. А где Фантомка? А Фантомка просто не стала прыгать, судя по всему, сюда. Очень много байбеков было использовано. Архангел погиб просто вообще его... Как атом распался. Вот так. Вот с хайграунда. Ой, как мощно-то. Ждали. Ждали этого часа имперца. Ждали на хайграунде два кора. Никуда с этого хайграунда не выходили. В итоге испепелило двух оппонентов. А Фрамуш тоже погибнет. Дабл кью для Кодоса. Рошан еще не скоро. После таких драк хочется прям сразу... Так, ребята, на Рошан. Так, быстренько потом Т2. Но тут придется медленно пофармить еще немножко. Кстати, может быть, Фантомка рискнет на Т2 как-то погрессировать. Но крипов нету. Крипы далеко и нет смысла. Хотя вот убить противников... Как бы самой не отъехать Фантомка. Есть блюр. Можно попробовать заяведить с блюра пару тычек. Блюр. Хорошо. Дальше. Ай, не замансовала. Не замансовала Фантом Ассасин. Подходит сюда Блок Рак Ангел. Есть блинк на Блок Рак Ангела. И до свидания. Говорит Никс Ассасина здесь. Фантомка. Бэйн отъедет, но опять же... Если он еще заберет руну при этом... Ай, не успел. Обидно. Но подсейвил хотя бы... Что за странная анимация смерти. Подсейвил хотя бы Фантомку. Это хорошо. Радианс Блок Рак Ангел. Это под атакой. 3000 преимущества для имперцев. 25-20 пока по фрагам они проигрывают. На это не очень важно. Можем посмотреть вин пробобилити. Пока... Дота Плюс считает, что 67% винрейта. 67% возможного винрейта в этой карте у имперцев. Потому что время потихоньку вообще к трем приближается. Я так думаю, а может и ну его эту переигровку. Которая закончится в 4 примерно. С такими темпами. Бак. С командой в смоках. Кого можно найти? ОД. Вообще ОД сладкая цель. Но ОД с БКБ. Как на него нужно синициировать, чтобы он не прожал БКБ? Если мы посмотрим внимательно. Здесь стан только один. Уникс Ассина. И ему нужно начинать с этого стана. Ну и Таск погиб. Ему нужно начинать с этого стана. И прямо из Вендетты. Тогда за этот стан есть возможность попытаться убить ОД. Потому что больше станов тут нема. Ну, Дрим Койл Пака конечно. Но опять же. Такой. Дизейбл не полный. Никс. Вендетти заходит. Ну тут Варды. Тут Варды. Тут Никса видели. Даже по-моему Пинк по нему был. И ждут Рошана. Хэппи Гайз в первую очередь. Потому что у оппонента нет Таска. И могут дождаться. Иллюзию бы какую-нибудь там оставили. Уже бы потихонечку смечались в логово. Фантом Ассасин. БКБ. Десятисекундная. Башер, кстати. Уже практически наготове. В общем, Фантомка... Ну, она не очень быстро отрывается от Террор Блейда по фарму. Но опять же... Страшная. Страшная, конечно, женщина. Переигровка будет одна. Бест оф один. Альянс против... Спирит. Будут играть. Сразу после этого матча. Я когда искал лобби этой игры, уже было лобби той переигровки. Так что, теоретически, может быть, они уже играют. Я не знаю. Ну и Рошан. Ну, рядом. Рядом оппонент. Рядом противники. И... Дальше что? Пак. Не стал никуда прыгать. Полетел. Полетели шардец и юша. Разбивают вардики друг к другу. Критуль на полторы тысячи, а? С даггера нормально? Вообще. Ну, тут... Как бы... Через броню, конечно, не очень сильно. Эти полторы тысячи ощущаются. И проюзали смок. И еще раз пошли сюда. Сейчас закончится действие шардов. И можно будет попробовать заварить Рошана. Прямо нахалявить этого Рошана. Но не будут далеко уходить отсюда имперция. Вот в чем дело. Им нет смысла просто далеко отсюда уходить. Хотя... Закончилась форма у Террблэйда. И решили, что не стоит. Не стоит. Здесь, кстати, смог какой-то планируется, судя по всему. Подойдет сейчас сюда Outward Devourer. И можно будет попробовать смакануться у кого смог. Вот, смог есть у Таска. Надо его переложить. А, смог есть у Бейна. Нормально. Просто можно ничего не перекладывая. Просто взять и... Разбить. Подфармили Клипочков. И... А, ну ждали Хекса. Ждали Хекса на Outward Devourer. Но теперь-то ждать нечего. Теперь надо прям... Жмакать и идти. Да. Никого, правда, не видят. Вот в чем проблема. Но могут найти здесь Пака. Пака не успеют. Наверное. Пак. Арбу потратил. На хайграунде Пака. Ай, как все получилось неприятно для имперцев. Они не нашли Пака на хайграунде. У них не было Вижена. Они забрали верхние... Две руны. Ну, наверное, должны также добрать вот эту. Да. Снизу две руны должны забирать Хэппи Гайс. Но смог в никуда. Смог в никуда. Так, здесь появился клевый артефакт. Здесь появился Хекс. Он... Много может решить. А что из хороших артефактов появится здесь в скором времени? Аганим. У Никса на подходе Пак. Тоже аганим, но еще не очень близко. Хотя нет, близко. Тут Рошан уже пал. Тут в секунду просто забрали Рошана под дезолятором... Ну, без шансов вообще. Под дезолятором, под вейвом... Винус-армор такой, что... Жить не хочется. Рошан это понял очень быстро, и поэтому больше не жив. Рассказывали... Ну, именно ты один, кажется. Неужели хотят сражаться? Ты только что оппонент забрал Сироегис? Неужели вы настолько жесткий, что хотите сражаться? Кстати, пока-то получается более-менее неплохо. В итоге Фантом-Ассасин не прижимает пока ничего. Уже забрали Бэйна. Синдерен бегает под крестом, но крест заканчивается. Разбили также здесь Томпстоун. Что дальше? Дальше отстанивается Буги Кстати, добрать бы эту Фантомку Добрать бы эту Фантомку как-то В итоге крест на себя Фрамуш должен вешать Наверное, прямо сейчас пытаться Креста нет Креста нет, но сбили Одну жизнь Фантом Ассасин Здесь под Хиггсом находится Террор Блейд Но он добьет здесь Аутвар Девауэра В итоге Буги, Стан попадает этим Станом по таску Ну и Фантомка впрыгнула И ничего не сделает здесь Фантомка хотя бы КБ Но ее должны в идеале раскайтить Она, может быть, заберет фраг другой Но ее в идеале должны раскайтить Есть ли здесь Сандер? Сандера нет Иллидан, кстати, погибнет Иллидан погибнет, но шикарный сейф от Сторм Стормера Пытаются забрать здесь Иллидан Иллидан все еще живет Стан, шикарный Фантом Ассасин может погибнуть Сейчас успевает сделать все-таки даблкил И погибает после байбека здесь Венжи Фул Спирит Ну вообще Хэппигайс так супер круто отыграли Этот момент Посмотрите, что по итогу Они пошли сражаться Против противника, у которого был Сыра Егес Выбили байбек Два байбека по итогам Кучу денег заработали Потеряли, ну, трех персонажей Дайбек был от Дазла В общем, я удивлен Такому развитию событий Минус вышка Минус 102 Еще чуть-чуть укрепили Своё положение после этой драки И вот они как раз артефакты, которых возможно и не хватило Хэппигайс для того, чтобы еще более уверенно выиграть прошлое сражение Аганим для Никс Ассасина Аганим у Пака имеется Ну это же вообще теперь зло Аганим для Пака Вот так вот Теперь через БКБ Разрывает А что разрывает Можете сами как-то положить Ну, стан дает через БКБ при разрыве Тут, кстати Никс перекопался Должен был заметить, кстати Постановку вот этого сандреварда Да, разбивают У него же, собственно, и геночек есть Ну и переход на Т2 У Терраблейда БКБха 9-секундная У Фантом Ассасин БКБха 9-секундная В этом плане в равной позиции находятся коры Ну, у Фантомки под денег побольше на полторы тысячи Но, опять же, эти полторы тысячи Ни в какой артефакт пока не выходят лишние То есть вот эти мертвым грузом, по факту, лежат Хотя тут у Терраблейда вообще 2.5 Ничего не использовано Так что, наверное, артефакт пока бонусный И присутствует у Фантомки Несмотря на то, что преимущество по деньгам Не такое большое Ну, а в командном плане Преимущество по деньгам Перешло к Хэппи Гайс Около трех тысячи Конечно, тут оппонента по голде Противники все еще впереди по очкам опыта Но в целом это все не очень важно Потому что значение минимальное Ну и смог Ну, смог, я так понимаю, поставить в ардике И никакого атакующего влияния он не призван Оказывать Да и Не хочется, наверное, особо Это разбивают сразу Кстати, а как-то догадались Ну, просто, видимо, догадались Вот есть вижен от Сил Тьмы Вот такой вот Но, по-моему Вне вижена, да, все эти варды стояли То есть Бен просто Сам допумекал, что Разбили здесь вижен Ну и поддавливают Хэппи Гайс На вражеской территории Знают, что здесь находится вражеский вижен Стормстормер А почему он там не остался? Побоялся Что по даггеру По даггеру в пулдауне Так что, может быть, поэтому побоялся Но можно было бы разбить здесь вот эти варды Все-таки гем все еще у Никса Чего бы и нет Комната ожидания следующего рошана Но для него очень много Реально От трех минут до шести минут До следующего рошана Это Бессмысленно ждать Вот так вот То есть в пятером вы сейчас находитесь Вы практически не фармите Противник, правда, примерно тем же самым занимается То есть тут такой Тим фарм леса Таск с даггером Таск теперь может сейвить Сейвить из-под Вот этих реведжей, которые выдает Никс Ассасин Из-под фокуса Террор Блейда Из-под какого-то прокаста Пака Норм тема Террор Блейд Что я себе купил? МКБ у него появилось Ну, МКБ это тот артефакт, который необходим, понятное дело, против Фантом Ассасин Без него совсем никуда Здесь Смок Сьюж Вышел из Смока Оппонента не видит, но знает, где находится оппонент Потому что здесь нет крипов Видит иллюзию Это, кстати, иллюзия с Монтестайла Могут подумать, что настоящий Могут подумать, что настоящий Нет, уже, наверное, не могут подумать Прыгнули Это был Пак Это был Undying Так, дальше Смотрим За игрой Тут прям Да, действительно Блинкаю миссми Дот блинкаю миссми Моргнул В таверне А тут еще понятное дело Что у Фантомки уже Эбисол готов Пака бы без Эбисола, наверное Не убила так быстро Они нагло Они прям хотят драться Они по-прежнему Ну так Достаточно Далеко находятся От базы своей То есть Хэппи Гайз Теоретически могли бы сейчас нарваться Там на Ганг от Империи И просто развалиться втроем Против пятерых Либо бэбэкнуться Но два бэбэка еще отдавать Это сомнительное удовольствие В тот момент, когда уже Рошан Потихоньку появляется И в итоге На возможной драке На Рошане остаться Без бэбэков Это не то, чего хотелось Но Имперцев там не было Повезло Бэйн Вардик Не спалили его Вроде бы здесь Бэйн Уходит Да, просто уходит Пятнадцатый на Андаинге Будет теперь фидить Двумя Это, пожалуй, основополагающая Драка сейчас Это и карты Которую проигрывают Хэппигайз Они, конечно, на бэйбэхе Попробуют что-то здесь Интересное сделать А бэйбэкается Также и бэйн Бэйбэкается Андаинг Буки Ну, тут шарды Шарды И чой Куда ты пойдешь Стормстормер Думал, что сейчас Парни там на Рошане Развлекаются Но нет Парни просто Минус 1600 Минус 1600 Карл Это же прям Боль и унижение И Рефрешер Для Отвордеварера Это два хикса Это два соединица Клипса Это грязь Это боль Надо загинать Кстати, вышку Че он тут стоит Андаинг Вышку загинай Вы же около нее бродите Ну вы чего Это же фри деньги Для оппонента Зачем им эта вышка Здесь нужна Ой, ну и пожалуйста Венгард 19 Но Если хаппигайз Сейчас принимают драку И проигрывают ее То они проигрывают игру Скорее всего Пока Рошан Принимает в себя фантомку И Рошану кажется Не очень приятно Прыгнул Тормстормер Просто со сплэша На получал На треть хп Заходит сюда Или да Настоящего заслипали Анслипает себя Или это Бейн анслипнул Я так и не понял Здесь по двум персонажам Подкоп Неплохой Но урона пока нет Какового Прыгает фантомка Вырезает Дазла У фантомки Чупа БКБ У фантомки БКБ нет У фантомки Могут кстати попробовать Тисиско пилить Но это только первая Ее смерть Подсвапали здесь В центр Кого-то Террорблейд Сандр есть Террорблейд Может ли использовать Сандр Нет В Хексе находится В Хексе находится И его Второй мультимейтом Фантомки Убивают Но это ГГ Это ГГ Это ГГ Это 2.0 для Империи Ну то есть Наверное Будут еще сопротивляться Хэппи Гайз Но они сейчас Очень серьезно Потеряли свои позиции То есть Мы помним Относительно недавние Четыре с небольшим Тысячи Которые они вели После этого Графики Только вниз Опускаются И уже В районе Десяти тысяч Для Имперцев Находится Вышку забрали Одиннадцать тысяч Еще одну вышку Заберут Будет Двенадцать тысяч И в общем Ну печально Еще в паковании Еще крипов Смотрите какой идет Эти парни Тоже Хотят пушить И у них Я думаю Нормально получится А выкуп от Никса Сассина Ничего особо не решит Да тут будут подкопы Да тут будет все подряд Что только может быть Но Свап После байбека Это будет минус Подсейвил Дазл Но буги В принципе Да Может прожать Гост Ведь его пока нельзя Разгон Стан Икс минус После байбека С андайнгом Дазл тут ничего не сделает А ближайшие тиммейты В районе 15 секунд Там просто андайнг Отъехал от Даггера Мартретки Крепасы Нормально разуливают ситуацию В итоге Д2 пойдет А тут просто пошли в Т4 Нету Байбеков Пошли в Т4 Запрыгнули на дазла Так тим Минус дазл Фантомка Это фантомка Знакомить Гуд гейм 2-0 для империи Имперцы в итоге Сейчас я скажу Что в итоге Очень происходит Зачем имперцы Так старались Имперцы 2-0 У них становится Счет 4-6 И они занимают Точно Четвертое место В этой группе Соответственно Будут играть Скорее всего Против Веги В нижней сетке Победитель Alliance Точнее так Проигравший Alliance Против Team Spirit В Best of 1 Противостоянии Которое сейчас будет Будет играть Против Happy Guys Скорее всего Вот как-то так Ладно Я думаю Что посмотрим Мы все-таки Best of 1 Серию Завтра утром Я конечно Об этом пожалею Но сегодня